здравствуйте здравствуйте друзья понедельник мы снова вместе хотя нельзя сказать чтобы сильно разлучались правда мы тут вот отдыхали с вами на высоком тихоокеанском бережку в городе какой там город я сейчас думаю капитола нью-брайтон-бич территориально относится городу капитола были мы на американском кемпинге с вами все а теперь вернулись к нашей обычной жизни давайте я разверну а то теперь вроде как поздоровались то солнышко светит вот светлана глядя на меня сказала тебе еще гармошку к этому внешнему виду на гармошки у меня нет тем более играть я все равно не умею так что не дарите что происходит в стране в целом все хорошо в том смысле что народ довольный сегодня вот посмотрел я результаты опроса там много разных там параметров было но вот в частности что людей беспокоит и спрашивают вопрос был так поставлен что самая главная вещь которая вот тебя сегодня стран беспокоит стране 1 1 но самое вот главное и где-то там 30 процентов сказали что это здравоохранение после этого резкий скачок вниз то есть следующий после этого было 13 процентов это вопросы работы в общем все остальное того же какой-то совсем маленькая то есть надо сказать что народ в целом да даже здравоохранение которое казалось бы тут все должны на ушах стоять вот так тоже только 30 процентов я не знаю почему такое спокойствие как-то может быть люди думают так и типа я все равно повлиять не могу и какое мое дело ну например так не знаю значит вмешательство там россии выборы в сша там типа шесть процентов что там еще опасность терроризма там типа 10 процентов вот такого уровня то есть как бы не то чтоб народ как-то был сильно озабочен то же самое с нелегальной эмиграции что тоже в районе там десяти процентов то есть так как-то вот так хорошо еще пишут что у населения в целом достаточно высокий уровень уверенности в экономике в доходах в сохранении рабочего места там и так далее и так далее причем там так написано что казалось бы трамп мог бы порадоваться но получается так что это не связано с ним то есть вот у них там некоторые уверенность есть но но не потому что вот они ему за это какой-то значит там какие-то баллы дают а как бы это несмотря на то что у нас травм несмотря на это на все у нас все-таки жить еще можно и вот это как бы эта линия мне понравилось то есть все таки жить можно я в частности смотрю как активно у нас тут народ участвует в обсуждениях там что у нас green card лотереи спрашивают всякие вопросы там иммиграционные так далее вот никто не говорит ой у них там трамп я теперь в америку не поеду вот то же самое и с американцами они как бы в общем то тоже нет не переживают сильно кроме вот может быть каких-то знаете таких политически ангажированных но они всегда переживают это делать когда хочешь переживать так начнешь переживать повод найдется вот вообще на сказать о роли личности в истории я вот задумался на этих выходных есть у нас республиканский сенатор от штата аризона господин маккейн ну вы его знаете того те кто интересуется адмиралом был в америке в этом во вьетнамском плену несколько лет провел там в общем такой героический мужчина баллотировался тот у нас какое-то время назад но не важно вот этот самый маккейн приболел что-то ему там на глазу какую-то операцию делали ну так вроде даже не знаю насколько серьезная но он на некоторое время выпал из законотворческой деятельности и вот этот один единственный человек понимаете один единственный человек там сенат говорит ну лидер республиканского большинства вот самый который ставит на повестку дня там голосование так далее он говорит будем ждать маккейна без него мы никак не потому что уважают очень что не исключено но потому что один голос вот там где всего 100 и поделено но не пополам но все-таки там 52 у республиканцев 48 у демократов там еще интересно так устроена поскольку четное количество то случись например 50 на 50 вот тут был случай кстати недавно ну уже уже в новой администрации был случай когда это пришлось таки употребить по моему это когда утверждали на должность министра образования там вот дамочка есть и вот там вышли 50 на 50 и тогда голос вице-президента сша вице-президента он добавляется и становится 101 то есть вот он может своим голосом одним повернуть в ту или в другую сторону поэтому поскольку вице-президент у них свой вот то 50 на 50 в принципе устраивает но такое значит у меня сложилось впечатление что у них не хватает одного голоса то есть один голос для них критичен то есть может и не получится вот этого 50 на 50 или сколько там им нужно для большинства вот говорят будем ждать маккейна вот не знаю что у них получится на две недели отложили не отложили как бы отъели две недели у каникул в конгрессе то есть они они будут обсуждать лишние две недели и пытаться принять вот реформу здравоохранения хотя у них еще есть проблемы которые тоже срочные не отложены связано с бюджетом страны вот с достижением потолка заимствования то есть вот увеличение госдолга как бы так можно сказать то есть надо поднять потолок потому что потолок госдолга законодательно утверждается и республиканцы в бытность обамы президентом ввели такую традицию каждый раз когда нужно было поднимать потолок они как бы сказать пытались ну что называется поторговаться причем поторговаться на таком уровне что если вы нам не дадите значит тогда не будет бюджета вот и был такой случай вот когда сенатор да вот этот вот известный вам круз он искать в качестве буйного вел всю команду к этому делу они хотели не давать денег на обама керр вот и из-за чего понизился кредитный рейтинг страны всей соединенных штатов ну то есть есть такие вот буйные у них есть свои особенности и теперь демократы оказались в таком положении и мы не знаем насколько буйно они себя поведут но раз уж такая традиция что этот момент поторговаться соответственно это не принимается быстро а начинаются какие-то дискуссии там политика знаете ты мне я тебе вот и так далее поэтому у них еще много дел там но другой стороны у них своя свадьба у нас своя был такой анекдот знаете как приходит совет советское время естественно приходит человек на экзамен по там не знаю чего маршистской ленинской философии и ему преподаватель говорит студенту говорит ну вот что вы можете сказать о карли марксе тот ли таком ну карл марш не слышали как нет не слышал а фридрих энгельская тоже не слышали опыт и фридрих энгельс не слышал адам смит там и адама смита как же вам не стыдно молодой человек вы же вот все-таки уже такой взрослый парень живете в советской стране годы такие вещи не знаете кто-то выгод профессор это давайте я вас спрошу он будет но спросите вот выглядит лёх кривого знаете могут нет когда а петь у алкоголика вы тоже нет могут вот видите у вас своя тусовка у меня своя ради поэтому так вот у них там как бы свои дела а у нас тут свои едем на работу ой хорошо знаете как-то странно так отдыхаешь отдыхаешь а на работу едешь и хорошо я честно сказать не знаю даже что у меня там с утра в расписании то есть я конечно могу глянуть у меня на салфоне есть значит иконка так туда тюк в иконку и прямо на весь день там все и видно но я не смотрел думаю что я буду заранее правда вот приеду в офис я там кофейку нальют вот я там может так похожу вокруг погляжу кто у нас чего у нас поболтаю сотрудники там расскажут что у них там за выходные произошло а начнется у меня все в 11 до видео этот поставлю делать значит сейчас 1026 видите 1026 мне еще минут там семь-восемь езды вот и в 11 будет какой-нибудь appointment у меня начинается такая расписанная бизнес жизнь с 11 и где-нибудь так часов до четырех иногда до пяти зависит от напряженности такси происходящего то есть это расписание групп которые заканчивают вот чем больше народ заканчивает тем больше нужно сделать резюме соответственно вот если какие-то пиковые нагрузки возникают то соответственно все это и на меня тоже передается вот хорошо когда приходит то есть просто поговорить бачку нужен совет или как-то консультация приходит человек мы с ним сидим поболтаем и на раз найти даже удается какое-нибудь видео заснять там коротенько так вам показать вот мне собственно не приходится особо выходить на репортаже далеко пройти я находясь в офисе имею возможность снимать людей которые приходят очень удобно народ интересные вы все видели бывает правда чем снимешь потом не вешаешь но это крайне редко крайне редко то может быть за все время пару раз как-то так думаешь что-то не то вот у нас сейчас новая группа относительно новая группа идет и там много много интереснейших таких объектов для съемки но вот я до них еще не добрался они мне все обещают вот я там тогда приду сюда приду еще что-то приду сами занимаются 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 некогда им дедушку порадовать в общем на съемку какой-нибудь рассказать о себе об америке об эмиграции поделиться позитивом так какие у меня есть вы чё тут женщина есть она держала булочную и это булочная так и называлась булки за эти сам франциско было булочная под названием булки вот и до этого не еще какой-то бизнес там было до этого еще какой-то бизнес был прям такой чек ходячий бизнес и очень-очень такая женщина энергичная красивая вам понравится мы с ней уже сто раз договаривались на чё так никак не соберемся вот все про бизнес у нее расспросим частности про булки вообще надо сказать что тревожная такая вещь происходит в стране это убиение розничной торговли как бы такой вот на местах убиение он и через онлайн торговлю вот в течение последних пары дней там закрылась сеть магазинов что они там продавали фига женская бельишка там это происходит постоянно тут закрылись там закрылись здесь закрылись и мало того когда приходишь в магазин вот он даже не закрылся но ты приходишь и ассортимента того что раньше был нету то есть даже вот обувь казалось бы да вот хочешь купить обувь очень сложно ты приходишь нечего выбрать даже в больших магазинах даже в дорогих магазинах там где хочет и приходишь выбор небольшой вот собственно так получается но с другой стороны в течение довольно продолжительного периода времени розничная торговля вот такая являлась объектом злоупотребления когда люди приходили мерили в общем как-то принимали какое-то решение о том что вот я хочу это я хочу то а дальше заказывали это в сети например там экономия где доллар где пять я не знаю там где чего и то есть расход ложился на местных на местные предприятия торговли а вот прибыль получали другие вот она потихонечку полигонечку я уж не знаю там кроме кофе например с булочкой что еще такое осталось чтоб так не не прогореть ближайшие там несколько лет но даже кофе с булочкой писали я не знаю чем это закончилось и если продолжение но вот писали что starbucks договаривался я боюсь овальпов с гуглом с какой-то большой компании достаточно большой о том чтобы дронами доставлять кофе как понравится дронами доставлять кофе чтобы уже и в кофешоп ходить не надо вот мы с вами стоим а слева по левую руку от меня там стоит табличка написано пицкать и давайте сам этот пицкать и покажу вот это тоже такая большая сеть у нас тут на местности популярны я думаю что их ну если меньше чем starbucks авто ненамного и вот уже их пицкать или там starbucks ходить не надо сидеть на лавочке там в парке или там на бережку тебя раз дрон подлетел кофе отстрелил и улетел считается что пишут во всяком случае пишут что очень много рабочих мест будет потеряно в розничной торговли вот вот именно из-за этого я думаю что уже и так сохраняется сокращается можно конечно сказать что вместо этих рабочих мест будут создаваться другие там на складах там где упаковывается все но даже на складах и эта автоматизация большая и вот писали что у амазона на одну посылку на одну посылку ручного труда уходит одна минута одна минута и это не работа где платят 30 долларов в час или там 45 нет это работа где платят там 10 12 я даже не уверен что у них там бенефиты какие-нибудь есть потому что при такой зарплате бенефиты это все равно что удвоить зарплату бенефиты дорого стоят медицинская страховка тем более на семью там и пошло и поехал такая какая-то интересная экономика у нас айти в этом смысле интересное направление потому что для того чтобы сокращать людей как бы там где они работают вытеснять людей роботами машинами автоматизации механизации так далее для этого нужны технологии то есть нельзя вытеснить там скажем 30 процентов работающих какой-то индустрии без того чтобы не создать какое-то новое оборудование какие-то программы управляющие там не знаю может быть какие-то средства электронные помимо программы так что в этом смысле айти правильное место я пока не видел чтобы у нас айти сокращалась ну вот конечно бывает немножко не самые лучшие времена это бывает да ну например там 2008 девятом там какой-то спад был но так в принципе когда смотришь есть места где можно посмотреть графики роста занятости в частности если вы хотите посмотреть про идти вы можете погуглить на айти две буковки employment индекс три слова айти им пламин индекс и там вот есть организация которая каждый месяц обновляет результаты и вы можете посмотреть за довольно продолжительный срок я наблюдаю за этим индексом где-то года с 2007 2008 скажем 10 лет и растет 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 занятость войти все время растет вот чтобы не происходило в других отраслях а здесь растет растет и растет и собственно и тестирование программного обеспечения это как бы тоже часть этого же самого рынка поэтому как бы мы тут можно сказать в правильном месте а что еще сказать во время трансляции в пятницу в смысле у вас была суббота у меня пятница вечер во время трансляции там человек это вот стартап виза чё-то я даже и не в курсе чё там со стартап визы пошел посмотреть и отчитываюсь одним из последних там декретов президента обамы уже прямо в последние дни его президентства в январе этого года там было принято некоторое послабление с визами для стартаперов но она нельзя сказать что какое-то очень крутое послабление но некоторое послабление некоторые то есть если человек из серьезных источников проверенных получил 250 тысяч финансирования под свой стартап то он может находиться в стране какое-то такое продленное время да не тут он не должен через полгода выезжать как если придет тур виза была но но это не может вести например green карте да то есть он может находиться пока бизнес бизнес вы раскручивать но green карте это не ведет в общем не бог весть какая там стартап виза и не бог весть какое количество народу сможет ей воспользоваться но я даже не знаю если за год будет 200 человек то я еще удивлюсь но тем не менее есть интерес да вот человек спрашивает а интерес этот был в том что говорили что трамп отменит вот это вот все которое должно было бы вступить в действие 17 июля 17 июля сегодня что я честно я не смотрел на календарь с утра на сегодня 17 вот оно должно было бы вступить в силу а говорят а вот пишут что президент трамп отменит потому что вот это вот эти 200 человек могут перекосить нашу экономику не в ту сторону даже не знаю пока вроде я не читал что отменили но может быть надо погуглить эти в основных новостях новостях об этом не пишут это такой очень второстепенный третистепенный вопрос и там где я читаю общие новости там об этом нет ни слова но где-то можно посмотреть да где-то пишут вот но еще что я по поводу этой самой стартап визы хочу сказать очень многие люди когда смотрят на такую визу такую визу такую программу секунду программу иммиграционно они смотрят на них с точки зрения как закосить как злоупотребить как использовать с иммиграционными целями ту программу который ты не имеешь никакого отношения и в целом этот подход порочный то есть в лучшем случае вас просто ничего не получится а в худшем случае вы станете жертвой проходимцев которые вам скажут что они вам помогут и вы попадете на бабки а может быть еще и получите волчий билет и там 10 лет не въезда этом депортацию какую и еще что то ну ну то есть это это не не так работает поэтому я думаю что реальные стартаперы как бы у них по-другому все должно решаться в частности я хочу сказать что реальные стартаперы могут например получить сразу green карту по своим замечательным нечеловеческим способностям вот виза для людей с экстраординарными способностями давайте мы попробуем повернуть в тенечек так вот так чтобы тенечек был это гораздо проще и достаточно быстро все происходит и это сразу green карта а не какая-то непонятная виза который не может вести green карте эти то есть все это все это решается и если действительно речь идет о стартапе и о чем-то таком относящимся к стартапу это решается совершенно не нужна для этого какая-то особенная виза не говоря о том что green карта лучше чем виза все друзья я вас так широким фронтом проинформировал о том что у нас тут творится и отправляюсь на работу да у меня есть чтоб совсем уже быть похожим на такого кому гармошки не хватает я вот вам просто честь имею отправляюсь на работу и вот друзья как работают в америке пришел я в офис а у меня с собой пирожная картошка сделанные светланой вот так мы работаем можно сказать софия разве так разве мы так жили в ссср софия жили мы так в ссср чтобы из дома пирожные носить никогда нет вот а здесь а здесь мы можем себе позволить что удалось и магазин бы обанкротился если бы она только курировала если бы она компетит с ними компетит если бы она с ними соревновалась он бы обанкротился вот друзья на этой высокой ноте мы и отправляемся работать